Кастеты – это оружие настоящих ворошил. Очень удобные, компактные и крайне легкие в использовании. Сегодня речь пойдёт о билде пьяного монаха. Пьяный монах – это настоящий пример уравновешенности и ярости. Он имеет пристрастие к алкоголю, ну и кто его осудит, он просто расширяет горизонты мировосприятия. Пусть он и не обладает такой силой, как разрушитель, однако его удары крайне стремительны и остры, что не оставляет зомбикам никаких шансов на выживание. Подписывайтесь, чтобы не потерять меня. И приятного вам просмотра. Начало у нас крайне простое. Первые четыре навыка, которые мы получили за обучение, распределяем в атрибут стойкости и навык дрочун по 2 очка соответственно. И вот сейчас начинается самое интересное. У нас нет возможности так легко сообразить начальное оружие, используя камни, траву и дерево. Нам нужны обмотки, а они в свою очередь требуют железа и кожу. Поэтому выдвигаемся навстречу приключениям в поисках данных ресурсов. И у нас есть пару вариантов. Мы можем создать временное оружие из камня или дерева, или пойти дубасить зомби голыми руками. Ну, кого я обманываю. У нас есть только один вариант. На атаке голыми руками берк тоже работает, к слову. Отбросив страх и сомнения, идем на поиск ресурсов. Кожу мы можем получить из некоторой одежды. Самым лучшим другом нам будет обычный офисный стул. Ресурсов в нем как раз на одну обмотку. Хоть она и первого уровня, но это уже что-то. Кстати, обмотка первого уровня каким-то только богу известным способом ускоряет нашу скорость атаки руками. Ну да ладно. Далее мы придерживаемся предельно простой стратегии. Как обычно, прокачиваем атрибут в 4 и берем навык «Руки молнии». Повышаем атрибут до 5 уровня и увеличиваем навык «Драчуна» до 3 уровня. Говоря о кастетах, я советую начинать с силовых атак, пока зомби не упадет, а потом переключаться на обычные атаки. И когда он встанет, снова силовые. Говоря о противниках, старайтесь фокусировать одну цель. Иногда зомби, получивший урон, могут обидеться и начать бежать, что увеличивает шанс умреть в несколько раз. И очень часто они так делают как раз после нокдауна, поэтому держите это в уме. Давайте поговорим немного о кастетах. Они разделены на 3 тира. Кожаные, железные и стальные. Кто точечно объясняет нам необходимые для изготовления материалы, их, кстати, нужно совсем немного. Поэтому не стесняемся обновлять снаряжение на более актуальное. На открытие предметов и уровень крафта влияет журнал «Кулак ярости». Модификации. Они достаточно стандартные. Утяжелитель, конструктивное усиление и эргономичная рукоять. Ну и последняя модификация на ваш выбор. Это применимо к кожаным обмоткам и железным кастетам. А вот у стальных кастетов есть своя особенность. На них можно установить модификации лезвий. Однако, если мы хотим установить закаленную сталь, нам нужно будет снять утяжелитель. Захотим установить алмазное напыление, нужно будет снять конструктивное усиление. И я бы не сказал, что в этом есть какой-то смысл, но игра нам такую возможность дает. Что ж, давайте вернемся к навыкам. Повысив уровень, не будет лишним взять навык «Высокий болевой порог» для снижения получаемого урона. А также фактор исцеления, чтобы улучшить регенерацию хп, а также снизить длительность травм. Это нам будет очень полезно, ведь в ближнем бою мы нередко будем их получать. Ну и сразу же решим, какую ветку будем качать параллельно со стойкостью. Выбор падает преимущественно на ловкость или силу, как обычно. Так как я настоящий зануда, уж извините, но я возьму ветку силы. Различий же тут не так много. Хотя в ветке ловкости есть прикольные навыки, такие как паркур или бежать и стрелять, однако нас интересуют навыки огнестрельного оружия и брони. Но к ним мы дойдем немного позже. Разобравшись с выбором, беру навык тяжелой брони и бумпалку на первый уровень. Ну и навык бежать и стрелять из ловкости лишнему точно не будет. Дробовики разделены на 4 тира. Дробовик из трубы, двустволка, помпа и автоматический дробовик. Из модификации устанавливаем чок для дробовика, складной приклад, на помпу соответствующий увеличенный магазин, а на автоматический дробовик увеличенный или барабанный магазин. Последний мод берем любым. Поговорим о броне. Мы используем тяжелую броню, к которой относятся броня из металлолома, железная броня и стальная броня. По модификациям нам необходимы бронепластина и составная броня, улучшенное соединение или индивидуальное соединение. В голову мы устанавливаем фонарик, в ногу амортизатор, в нагрудник или поныжи устанавливаем патронтаж. Броня достаточно шумная, поэтому забудьте стелси. Будем шуметь. Возвращаясь в ветку стойкости, я концентрирую свои усилия на увеличении навыка высокий болевой порог до 3 уровня. Лишним он уж точно не будет. Далее докачиваю атрибут стойкости до 7 уровня. Докачав атрибут, я увеличиваю навык дрочуна до 4 уровня, изучая навык руки молнии на 2 уровень. Также прокачиваю пулеметчика до 4 уровня и увеличиваю навык высокий болевой порог до 4 уровня. Итого, 23 уровень персонажа. Можно конечно качнуть фактор исцеления, но я вам предлагаю это отложить немного на потом. Давайте вернемся к навыку пулеметчика. К этой категории относятся автоматы из трубы, автомат АК, штурмовая винтовка и пулемет М60. На уровень изготовления влияет журнал тактическое оружие. Из модификации нас интересует дульный тормоз, передняя рукоять, увеличенный или барабанный магазин и радподавитель. Далее переходим в ветку интеллекта. Оп, и занесло же нас, конечно. Увеличиваем атрибут до 3 уровня и изучаем навык медика. Он снизит время лечения наших критов и даст возможность мгновенно вылечить растяжение с помощью шины или гипса. Итого, 26 уровень персонажа. Что ж, время вернуться в наш вторичный атрибут, в моем случае это атрибут силы, и сфокусироваться на его увеличении для дальнейшей прокачки навыка брони и дробовиков. Докачав атрибут до 5 уровня, повышая навык тяжелой брони бомбалку до 3 уровней. Итого мы имеем 34 уровень персонажа. И это еще не все. Продолжим. Переходим в ветку восприятия и изучаем навык везучего искателя в единичку. Не забудем про навык эксперт подрывник. Изучим и его. Поднимаем атрибут еще на 1 уровень и снова берем везучего искателя. Поднимаем на еще 1 уровень. Изучаем навык везучего искателя в 3 и навык эксперта подрывника в 2. Итого, 41 уровень персонажа. Ну а дальше прокачивайте уже существующие навыки до максимума или изучайте что-то новое. Так бы прокачивался я, однако билд является адаптивным и вы можете убирать или добавлять из него навыки. А также изменять последовательность их изучения. В зависимости от желания или игровых обстоятельств. Традиционно перейдем к книгам и я расскажу немного о специфике кастетов. Для них же, кстати, нашлась отдельная коллекция под названием Драка в баре. К слову, я не могу выделить что-то конкретное, коллекция очень крутая. Поэтому давайте просто пройдемся по каждому тому. Том 1. Увеличивает урон. Том 2. Силовые атаки с разбегом могут сбить противника. Том 3. При каждом убийстве получаем бонус к урону. Том 4. Дополнительные 20% урона сбитым с ног противником. Том 5. Каждый удар восстанавливает 1 единицу здоровья. Том 6. Получив удар, мы получаем баф на скорость атаки и передвижение. Том 7. Пиво не мылит глаза и длится вдвое дольше. И особый эффект коллекции. 7. Последовательный удар наносит 300% урона. Как видите, коллекции очень даже ничего и бафы в ней предельно понятны. Единственное, с чем есть вопрос, так это с пивом. Пиво дает нам 100% сопротивление оглушению, увеличивает урон в ближнем бою на 300% и улучшает восстановление выносливости на 40%. Действует всего 1 минуту, однако с книгой из коллекции действует уже 2 минуты. Если из нашей ветки стойкости изучить навык железной потроха, действие эффекта можно будет продлить еще сильнее. Причем при изучении книги эффект накладывается на базу именно 2 минут, а не 1. Что дает нам еще 1 минуту длительности эффекта при изучении навыка на 5 уровень. Итого 3 минуты. Вы можете сказать, что 3 минуты это мало, но зачем вам больше? Мы не будем использовать его постоянно, а только в сложных ситуациях, как например Бродячая Орда, Орда Крикуньи или Лут в конце локации. Короче говоря, своим существованием коллекция книг Драка в Баре намекает нам на то, что нужно сделать из персонажа консервную банку и методично сносить всем кабины. Нас интересует Виртуоз Дробовика, Том 1 увеличение урона, Том 3 увеличение шанса расчленения, Том 5 увеличение прочности дробовиков и Том 7 увеличенный урон фуловым целям. Далее руководство по автоматическому оружию. Здесь тяжело выделить что-то одно, все книги полезны и оказывают существенное влияние на силу оружия. Коллекция Иголка с ниткой. Нас интересует Том 7. Создание тканевых сумок. Коллекция Ночной Сталки. Том 3. Увеличение урона оружия с лезвиями. И Том 4. Никакого перевеса ночью. Коллекция Бой в городских условиях. Том 2. Создание сигар. Довольно полезная книга, учитывая, что у меня вторичный атрибут это сила, а это сэкономит нам очки навыка. Том 6. Броня не замедляет в бою. И Том 7. Меньше урона в помещении. И закончим это все журналами. Разумеется, что нужно читать все, что попадается под рук. Однако к нашему билду имеет прямое отношение следующие журналы. Кулаки Ярости улучшают качество создаваемых кастетов. Еженедельная Дробь улучшает качество дробовиков. Тактическое оружие влияет на качество автоматов и пулеметов. А Мастер Бронник на качество создаваемой брони. Подводя итог, могу сказать, что билд через кастеты ничем не уступает другим, а в чем-то даже их превосходит. Из-за чего я могу уверенно вам его рекомендовать. Подписывайтесь, чтобы не потерять меня. Спасибо вам за уделенное внимание и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok